здравствуйте дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема садовые инструменты и всякие приспособления насколько они удобны и какие все-таки лучшие из них вот в руках у меня лейка это то что сейчас в руках у всех огородников да потому что не все растения можно поливать из шланга кого-то мы поливаем просто под корень огурцы например да не обязательно заливать помидоры все снимается все набирается хорошо удобно но вот тут есть еще одна лейка посмотрите она тоже ничего себе очень удобно вот например мне из водоема вот так вычерпывать воду но у нее очень плохая вот эта штука и мне пришлось вот эти дырки проколупывать самой и она очень неудобно сделано низко ручка когда ты полную несешь вот так наклонить не можешь слишком короткая вот это вот носик и приходится этой этой ручкой неудобно в общем неудобно вы поняли да а вот это лейка очень удобная и я хочу сказать что она еще отличается тем что как бы не забилось вот это леечка да сито это очень легко почистить у этой лейки это делается вот так как крышка с банки сняли вытрясли вычистили снова одели и защелкнули все вот ее рабочее состояние если вы поливаете и вам надо чтобы не брызгало наклоняете ее вот так вот одеваете вот так а если надо чтобы у вас фонтан был вот так вот вверх одеваете ее наоборот у нее достаточно большой объем хороший этот носик рожок и очень хорошая скорость полива здесь все сделано очень разумно а вот это вот вообще ну супер просто почему эта тема появилась да потому что многие из вас спрашивают покажите свои инструменты скажите что лучше почему это почему не это знаете я уже так долго живу на этом свете занимаюсь огородом что я давно уже определила что хорошо что плохо и мой сын который разбирается и в технике и в электронике он мне конечно помогает выбирает всегда он и всегда делает правильный выбор он никогда не купит дешевку какую-то которая сломается через там вот три дня или будет неудобно и всегда даст мне хороший совет и я хочу вам показать какие инструменты но самые элементарные то есть те которым мы пользуемся чаще всего есть в моем арсенале ну для того чтобы копать землю надо естественно иметь вилы вот у тех у тех-то товарищей огородников у которых очень много вьюнка этого как это называется пырея асота то есть тех растений корни которых порезав лопатой вы обязательно получите в десятки раз их больше рекомендую только вилы только вилы выкапывать картофель только вилами чеснок только вилами лук и так выдернется но если вы все-таки хотите копать просто копать с оборотом пласта это осень у нас осенью конечно что же там вилами то накопаешь мы поздно очень копаем землю внеся туда все удобрения и нам нужно обязательно чтобы исчезли лишние почвообитающие вредители нам надо вот так копнуть и развернуть пласт оставить его в таком положении не разрубая и вот этот вот пла пласты будут лежать вот тогда когда весной там растает снег между ними насекомые потянутся туда в лужице а ночью они просто замерзнут почему с оборотом пласта не разбивая ком земли но это то что касается лопаты здесь стоят грабли вот такие грабли просто замечательные у этих грабель немножко наклонены зубья очень хорошо разбиваются коме не цепляется суда ничего на эти грабли все падает а вот здесь есть еще такое ребро этим ребром очень удобно выровнять грядку сделать бортики а еще можно сделать бороздки а потом их также аккуратненько засыпать это то что мне очень нравится есть еще вот такие грабли когда вы собираете осенью и листву например да если вы собираете скошенную траву я вас умоляю вы даже вот такие гвоздики подметете это грабли просто и мне цены они очень хорошо из качественного материала они не не гнутся не отгибаются возвращаются на место и на них тоже не цепляется это куча листьев и травы которые обычно цепляются за обычные грабли ну конечно среди этих инструментов мой любимчик ой господи запуталась мой любимчик и любимчик уже многих это полольник стриж и без него на огороде я себе не представляю даже пяти минут у меня нет травы но это только благодаря ему и конечно есть вещи которые для женщины вроде как бы и не подходит по статусу но они должны быть если у тебя нет такого помощника которые каждые пять минут готов тебе помочь да а мне надо распилить а мне надо спилить у яблонь все стволы распилить до дрова какие-то доски не нужны попилить у меня есть вот такая маленькая пила у нее очень маленькая шина всего 22 сантиметра просто замечательная она очень легкая единственное что вы будете делать заправлять сюда масло масло для того чтобы смазывалась цепь это все очень просто любое автомобильное масло подойдет летние зимние без разницы значит и что хочу сказать что понимаете все сделано под дамскую ручку эта фирма я не знаю где вот это выпускается пила у меня до этого была пила луганского завода такая же маленькая знаете куда она делась я пригласила бригаду южных товарищей а у них пила сломалась в первый день и вот той маленькой вот той крошечной из такой же шины они мне построили эту баню представляете какое качество хорошее но я так отдала ее потому что зачем она мне нужна после такой работы а себе купила новую ну замечательная просто вот девочки и мальчики хочу сказать что когда вы мне пишите что ой какие дорогие инструменты там да мы показали этот господи высоторез сучка рез да он потрясающий просто мы показали вам косилку где еще и пильный диск и сама косилка даже кустарник перед и бы толстые растения поэтому если вы хотите быть здоровы если вы хотите чтобы вас было время отдохнуть инструменты должны быть хорошие удобные и очень надежно чтобы 10 раз за всю жизнь не покупать всего доброго и до свидания до свидания